Артём Каменистый. Самый странный иноп. Книга вторая. Раб запертых земель. Читает Геннадий Коршунов. Глава первая. Тельбитов было пятеро, что угрожало непредвиденными сложностями. Ведь это первые мобы, встречные в подземелье, и навстречу они заявились пусть и не толпой, но и не сказать, что поскромничали. Раньше, при первом проходе, похожие на кузнечиков переростков создания стояли на постах парочками, редко тройками. Дальше, в глубинах заброшенного рудника, бывало всякое, вплоть до Аравы под предводительством мага, что неудивительно. Ведь по мере продвижения, трудности должны возрастать. Подземелье изменилось. Пятеро – это не так уж и страшно, но тенденция неприятная. Что же будет дальше? Один из Тельбитов, к тому же, пристально всматривался во мрак Штольни. Похоже, цифру вот-вот заметят, ведь с маскировкой у него проблемы всего-навсего четыре, да и то лишь благодаря бонусам, из-за присутствия в их крошечном отряде великого героя. Рос молча активировал иконку атаки в интерфейсе питомца, и тут понесся на кучку Тельбитов. Питомец выглядел так, что от одного его вида можно умереть. Огромная скалопендра размером с лошадь. Жуткого облика тварь из раскаленной расселены. Сто семьдесят первый уровень. Он туда специально спустился за такими, как эта красотка, не пожалев кучи денег на отряд наемников. Пришло время проверить, на что ушли деньги. Умения у питомца было два – брызги яда и разрушение основ. Первая накрывала область перед скалопендрой дождем, каждая капля которого наносила урон отравлением. Цель несколько десятков секунд медленно теряла очки здоровья. Вторая, тоже массовая, снижала магическую защиту противников в обширной области. Как только моб добежал до Тельбитов, Рос приказал ему применить оба умения и весело крикнул «Наша очередь!» После чего начал лупить по Тельбитам стрелами хаоса и огненными шарами. Цифра кастанул свое умение несколько раз и огорченно выдал «Я пустой!» Неудивительно, маны у него всего ничего. «Хватай кирку и громи их! Они все на пете висят! Тебя не тронут, если сам не подставишься! В спины бей!» Из штрека выскочили еще четыре Тельбита, в том числе два лучника. Но они даже не глянули на Роса или цифру. Умения Пета перезаряжались быстро. Он их применял одно за другим, так что мобы вокруг вешались исключительно на него. Бой продлился немногим больше минуты. «Ну как тебе?» – спросил Рос, начиная обыскивать тушки павших противников. «Поднял что-нибудь? С характеристиками?» «Ничего не выросло. Хотя проценты появились на силе и интеллекте. Это потому, что основную работу питомец выполняет. Вот и идет мне большая часть. Почти все на призыв. Блин, я думал, ты здесь гораздо быстрее качаться будешь. Если таких мобов тут много, то не так уж медленно дело пойдет. Две-три кучки – и сила с интеллектом поднимутся. Ты, главное, не лезь вперед. Не рискуй. Если помрешь, то улетишь на респ пулей. Ты нулевка, долго валяться не будешь. Я не успею воскресить». «Воскрешение выучил?» «Ну да. Ты какой-то странный некромант. Я не некор. Я ррох. Как козу не обзывай, а все равно рогатая. Где это ты своего питомца нашел?» «Да так. Знаю богатые места. Предупреждай, когда таких образин поднимаешь. Я как увидел его рядом с собой, чуть штаны не испачкал. Хоть здесь это считается невозможным. Будем болтать или почистим штреки и пойдем дальше?» «Давай почистим. Но поболтать нам надо. И много о чем. Успеем. Главное, не помри здесь. Да помню я». Часа через три цифра взмолился. «Рус, поздно уже. Мне в реал пора выбираться». «Плохо», — вздохнул тот. «Я тогда без тебя продолжу». «А сам спать собираешься? Или как?» «Да здесь и посплю. Мне три-четыре часа хватает». «Ты что, завис в игре? Вообще забил на реал? Не выходишь?» «Рус, ты же нормальный. Не надо так делать». «У меня выбора нет». «Почему?» «Это долгая и печальная история. А тебе пора уходить». «Ладно. Давай завтра уже поговорим. Как-то у нас все резко получилось. Даже словом толком не успели перекинуться». «В этом подземелье семь уровней. Нам его еще чистить и чистить. Успеем сто раз наговориться. А если я тело прямо здесь брошу, нормально?» «Думаю, да. В прошлый раз тельбиты по штольне не бродили, и в защищенных местах было спокойно». «Тогда до завтра, Рос». «До завтра цифра». Тело напарника застыло, прислонившись спиной к деревянной вагонитке. Рос, присмотревшись к ней, заподозрил, что она скрывает под собой тайник, но проверять не стал. Займется этим, когда цифра вернется. Прошел дальше, зачистив от постов тельбитов шесть перекрестков и проверив все прилегающие к ним штреки. Решив, что для начала хватит, вернулся к цифре, вытащил из сумки свернутый в рулон узкий войлочный коврик, устроил себе постель. Это товарищу все равно, в каком положении бросать свое тело. А вот Росу нужен хотя бы минимум комфорта. Проснувшись, убедился, что цифра до сих пор в реале, после чего отправился чистить штольню дальше и занимался этим часа полтора. Прервался с приходом товарища. Тот, подбежав, разрядил в кучку мобов свой скромный запас магической энергии и только потом произнес. «Доброе утро, Рос». «И тебе? Ты хоть пару минут поспал?» «Ага. Неподалеку от тебя Лешку устроил». «Жаль, я не видел». «Чего жалеть?» «Да, я там в реале. Всю ночь не спал. Голову ломал. Что же ты перед сном надеваешь? Пижаму или кружевной пеньюар?» И спросил тебя без намеков. «Извини, но просто невозможно удержаться. Ты бы сам на моем месте так же подшучивал. Так что унизлись». «Ты доиграешься, что я тебя прикончу». Очень мрачно произнес Рос. «Ладно, ладно. Молчи уже. У меня к тебе куча вопросов, даже не знаю, с чего начать. Вот ты вчера рассказывал про свое второе хаотическое умение. Если не трудно, зачитай его описание. Неужели это так срочно?» «Ты странный, и у тебя все странное. Надеюсь, что умение не так бесполезно, как ты его обозвал. Вдруг что-то стоящее, а ты в силу врожденного нубства не качаешь. Хаос — штука редкая. Если что-то из него перепало, надо искать применение. Ну так, что там с описанием?» Редчайшее умение — аура хаоса. Количество носителей этого умения не может быть больше пяти. Аура первичного хаоса накрывает область, указанную заклинателем, поражая противников в радиусе 7 метров. Не наносит урона. Игнорирует все виды защиты и сопротивлений. Требует магической энергии. 110 единиц. У целей, попавших под действие ауры, на 10% снижается максимальный запас жизненной энергии на срок 5 секунд. Можно применять через препятствия. Динамическое умение. Характеристики повышаются по мере роста. Модифицируется в ауру величия хаоса. Вот и все описание. Рос. Что? И ты назвал его бесполезным? Разве не слышал? Да ты полный нуб. Сверх-нуб. Нуба с высшей пробы. А ты это только узнал? Назад. Беги назад, цифра. Чего? На твой вопль тельбит из соседнего перекрестка бегут. Я их не вижу. Зато я прекрасно вижу. У тебя что, ночное зрение? Давай о моем зрении поговорим как-нибудь в другой раз. Тельбитов примчалось столько, что Рос даже не смог их сосчитать. Или у них там серьезный пост располагался, или они ненавидят крикливых бета-тестеров до зубовного скрежета. Не будь искалопендры умений, работающих по площадям, часть бы неизбежно промчалась мимо, и лететь цифры на далекий респ. Рос бил стрелой хаоса, подличивал пета, практически не нуждающегося в лечении. Пару раз запустил огненным шаром. Причем во втором случае тельбит-разведчик загорелся, будто облитая бензином новогодняя елка. Покончив с мобами, Рос начал обыскивать тела, при этом заметив. Если не ошибаюсь, при первом проходе мне рекомендовали собрать отряд сорок пятого уровня. И что? А в этот раз рекомендовали уже шестидесятых. Это подземелье хаоса. Сила мобов и боссов валируется в широких пределах от прохода к проходу. Рос, давай вернемся к твоим умениям. Ты не пытался задуматься, что именно проделывает с целью аура хаоса? Это и так понятно. На пять секунд снижает общий запас жизненных сил на десять процентов. Я надеюсь, ты головой думал, когда читал описание действия заклинания. Спрашиваю потому, что даже задницей додуматься до бесполезности умения не так уж просто. Продолжение следует...